Всем большой привет! Доброе утро! Это видео Get Ready With Me. Мы сегодня будем краситься. Какая-то часть продуктов будут забытые продукты, какая-то часть продуктов будут новые продукты, и вы сможете посмотреть, что у меня в принципе сейчас в использовании и как сейчас выглядит мой макияж. Я наношу крем для лица. У меня это пробник крема от доктора Кондрашовой, антиоксидантный дневной крем с SPF 15. Очень приятная в принципе антиоксидантная вот эта линейка. Я сейчас тестирую уход от доктора Кондрашовой. Я сделала лимфодренажную маску, которая как бы убирает наши отеки, и правда мне гораздо приятнее делать макияж после этой маски. Так что да, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиза Макарова, и здесь мы говорим о косметике и обо всем самом женско-прекрасном, что есть на этом свете. Поехали краситься. Я сегодня хочу вам показать, как смотрится на моем лице данная тональная основа от Chic Studio в оттенке 203. Очень многие у меня спрашивают, как она мне, какое у меня о ней впечатление. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы даже знаете о том, что я купила ее, просто не удержавшись, делая на нее обзор в свой телеграм-канал. Здесь у нас идет SPF 50, что в принципе очень уникально и прекрасно для летнего макияжа. У нее вот такая вот жиденькая, но не текущая консистенция. Я такую очень люблю. И давайте наносить и смотреть. Оттенок 203 мне вообще во всем меня полностью устраивает. И что могу сказать? Эта тональная основа супер клево на мне лежит, если у меня на лице вот до этого хороший уход, была сделана маска, в принципе лицо гладкое, нет каких-то явных шелушений. Потому что эта тональная основа, она все-таки и все-таки создана для обладательниц жирной кожи, и на жирной коже она будет смотреться просто шедеврально. Если же у вас сухая, и у вас есть, например, ярко выраженные какие-то сухости, морщинки, не знаю, если вы не любите, когда тональная основа подчеркивает пушок и что-то подобное, то имейте в виду, что вам эту тональную основу перед покупкой лучше тщательно протестировать. Прям нанести в магазине, выйти на улицу и уйти с этой тональной основой гулять и смотреть, как она будет смотреться. Сейчас, в принципе, такое освещение яркое, что будет плохо видно, но мне нравится эта тональная основа своим таким очень естественным финишем, очень таким вот каким-то тоненьким, приятным покрытием. Она меня вообще никак не утяжеляет, в течение дня я ее не чувствую. Я даже могу ее не припудривать, и иногда я даже не наношу консилер. То есть это для меня такая тональная основа на каждый день, повседневная, и мне, в принципе, нравится даже что ли, что она не такая кроющая, не такая... Не знаю, мне, в общем, нравится эта тональная основа. Я уже говорила в телеграм-канале, что я ей ставлю 7 из 10, потому что вот вычитая 3 балла за то, что она моему типу кожи не совсем подходит. Но опять-таки, когда нам это мешало, девочки? Идем дальше. В качестве геля для бровей я буду использовать гель Benefit 24 часа Setter. Это все та же моя единственная миниатюрка, она до сих пор живет, и это отношу я к забытым продуктам, потому что вы знаете, что я приобрела... И в последнем видео у меня тоже мелькал серум для бровей и ресниц от Chic в розовом футляре. И я сейчас очень активно пользуюсь им. Но я вспомнила и про свой Benefit, так что давайте сегодня уложимся им. Прекрасный, конечно, гель. Сложно считать, насколько по времени мне хватило этой миниатюрки просто нереально надолго. Перейдем к коррекции. Что-то в последнее время мне очень нравится пользоваться вот этим вот скульптором от Charlotte Tilbury в оттенке Fair Medium. Я прилетела в Казань, здесь наступила... Я летела в лето, а здесь наступила осень. И знаете, как-то мой макияж тоже немножко преобразился в такой осенний. Так вот этот скульптор, он прям дает шикарный оттенок такого скульптора, но не слишком серого скульптора. Он как-то при тушевке приобретает такой натуральный красивый цвет, что мне он очень нравится. Он очень естественно, очень натурально выглядит. У меня, кстати, не течет эта помпа. Даже в перелетах я об этом уже говорила, что имейте в виду, что у кого-то он не течет, не бойтесь его покупать. Он очень хорошо тушуется. В целом он такой тоненький. Он такой тоненький, не жирненький. То есть, когда я почувствовала, что я устала от кремовых бронзеров, от рыжих бронзеров, я подустала. Сейчас еще и солнышко в Казани ушло. Так что я прибежала к этому серо-кирпичному какому-то скульптуру. Мне тоже нравится, что этот продукт я могу не фиксировать сухой текстурой, потому что он суперкруто держится и очень хорошо выглядит. Где-то, в принципе, достойно сидит на коже лица и никуда с нее не сходит в течение дня. И про супер натуральный эффект я вам уже рассказала. Мне очень нравится этот продукт. Я не сказала бы, что это самый комфортный в использовании вообще скульптор. За счет его такой текстуры, что его надо прям подтушевать. Видите, я прям даже силу к кисточке прикладываю, чтобы он у меня растушевался. Не самый прям вот на скорую руку продукт. Но, тем не менее, еще с ним очень сложно переборщить. Очень сложно переборщить. Вы его тушуете, тушуете. И как-то он красиво все равно ложится, даже если мы нанесли много. Он мне нравится, короче. Я сейчас не хочу наносить консилер. И, признаться честно, последние свои макияжи я в них не использую консилер. Потому что я сейчас проверяю, моя аллергическая реакция на кожу лица была из-за консилера. Возможно, Наташи Диноны, но это не точно. И я купила новый от Холики Холики. И он очень сушит мне кожу под глазами. Я вообще, прилетев в Россию, я поняла, что такое сухая кожа. Потому что я вообще давно забыла об этом ощущении. И консилер сейчас подсушивает мне кожу под глазами. И сейчас нет такого, который комфортно бы на мне лежал и меня не напрягал. Я прибегну к покупке консилера от Наташи Шик. Потому что он такой больше увлажняющий, жиденький. И вообще я влюбилась, конечно, в этот бренд сейчас. Так, давайте нанесем румяна. Ой, каково было мое открытие, что вот эти вот румяна от Анастасии Бэмберли Хиллс в оттенке латты, которые мне не понравились до этого. И которые я взяла в Россию для того, чтобы их здесь продать. У меня их никто не покупал. И они у меня долго лежали. Я думаю, ну блин, а упаковка классная. Ее хочется трогать, хочется брать в руки. И к ней тянется рука. Так вот, я вчера впервые попробовала эти румяна. И оказалось, что очень даже классно они мне идут. И когда и почему я решила, что они мне не подходят. Это оттенок такой припыленной какой-то нюдовой розы. Мне нравится этот цвет. И повторюсь, вот сейчас, когда солнышко ушло, когда такое осеннее какое-то настроение в городе, мне даже и не хочется теплить. Что очень странно для меня. Не хочется теплить, не хочется персиковых каких-то оттенков. А вот что-то такое. И вот эта комбо вообще супер классно смотрится. У нас сегодня с вами такой немножко холодный цвет. Я обязательно покажу, как этот макияж выглядит потом нам против окна. И мы посмотрим, как это уже при естественном освещении будет смотреться. В качестве карандаша для губ я сейчас активно использую вот этот карандашик от Ивен Сабо. Лимон Цитрон в оттенке 01. Очень мне понравился этот цвет. Он похож на мой любимый карандаш от Rare Beauty Warfy. Но он немножко более холодный. Очень похож. Просто чуть-чуть похолоднее, чем у Warfy от Rare Beauty. И сейчас для меня это мой, в принципе, карандаш на ежедневную основу. Заполнять губы я буду своим любимым муссом от Анастасии Беверли Хиллс в оттенке Crush. Это самый красивый вообще для меня цвет муссы. Если я не хочу наносить его плотно, то я делаю вот такую вот капельку на губы и тушую его руками. Он суперклассно тушуется. Это такой теплый оттенок какого-то... Не знаю, как объяснить этот цвет. Правда, не знаю, как объяснить этот цвет. Что-то и персиковое в нем есть, и нюндово-розовое в нем есть. И как же это приятно ощущается на губах этот мусс. Просто потрясающе. Решающий штрих моего макияжа сейчас это тушь от Шик. Черная Extra Volume. Мне посоветовали ее девочки. И она мне не понравилась, когда я ее только-только попробовала. То есть первые впечатления. Я занесла ее в продукты, которые купила зря. Но потом распробовала ее. То есть, возможно, вначале она идет такая очень свежая, что ли. И это может как-то мешать впечатлению о ней. Через пару применений я поняла, в чем прикол. Что такого в ней прекрасного. Она действительно очень пластичная. Она очень круто наслаивается. Она дает хороший такой, очень неплохой объем. И очень классное удлинение. Так что эту тушь я точно советую попробовать. И вот так выглядят ресницы при еще нескольких наслоениях. Мне прям вот достаточно этого эффекта. Я очень люблю такой паучий, жирный, очень такой удлиняющий, уплотняющий ресницы эффект. Поэтому я наношу прям вот пять наслоений. Очень тщательно. И посмотрите, какие реснички классные получаются. Дневной мейк у меня получился. Как мне кажется, очень такой грамотный, очень такой сдержанный, очень такой нежный. И очень красиво подобраны оттенки друг с другом. К примеру, я просто сейчас влюблена в эти румяна от Анастасии Баври Хиллс. Хотя, повторюсь, они были мною нелюбимы очень много времени. Но текстура феноменальна, просто великолепна. И она прекрасна и на губы, и на глаза, и на щеки. Вот действительно, когда текстура подходит для всего лица. И я прям даже очень хочу носить... Я очень еще люблю носить эти румяна с собой теперь. Потому что где бы я ни была, вот так освежить лицо, либо чуть-чуть наслоить румяна, если они куда-то у меня поползли. Они не самые стойкие, но без фиксации. Так что их просто вот так вот можно чуть-чуть подобновлять. Вот. Кстати, с этой тональной основой я даже не использую пудру. Потому что она и так чуть подсушивает лицо. Она и так чуть-чуть ложится не поверх кожи, улучшая ее, а как бы внутрь. Так что она тоже при этом смотрится очень красиво. И так что, видите, я даже не хочу ничем утяжелять свой макияж и пудрой в том числе. И давайте посмотрим, как этот макияж смотрится напротив окна с естественным светом. Ну что, вот так вот смотрится мой макияж. Мне очень нравится, мне очень нравится, как мне идут все эти оттенки. Я очень советую все продукты, которые были в этом видео. Очень вас прошу поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал. И обязательно переходите в мой телеграм-канал. Ведь там постоянные обзоры косметики. Я очень часто выкладываю все продукты, которые использую в своем макияже. Рассказываю про тестирование каких-то новых продуктов. В общем, там вся самая актуальная, девчачья и интересная информация. Жду вас там. С вами была я, Лиза Макарова. И до новых встреч. Пока-пока.